Здравствуйте, меня зовут Юлия Бабаева, я пластический хирург и косметолог. Тема сегодняшнего нашего крупного стола это частные вопросы косметологии, онкологический и ревматологический пациент, что безопасно. И сегодня мы будем обсуждать с доктором-ревматологом Дарьей Кусевич, научным сотрудником Института ревматологии, и Александром Петровским, врач-онколог, заместитель директора Института онкологии имени Блохина. Добрый вечер. Здравствуйте, Юля. Добрый вечер. И начать я хочу с того, что все чаще и чаще в кресле косметолога появляются пациенты, которые имеют хронические заболевания. И благодаря нашим врачам, ревматологам и онкологам они достигают уже таких результатов в лечении своих хронических заболеваний, что начинают задумываться о качестве жизни. То есть приходят к нам, к косметологам, за красотой. И вот большой вопрос, что мы, косметологи, можем сделать, чтобы не навредить, то есть соблюсти основной принцип врача. Не навредить. И сегодня я бы очень хотела поговорить именно на эту тему, что нам дозволено и что категорически запрещено. И первый мой вопрос я бы хотела посвятить таким методикам, как аппаратная косметология. И начать с того, что во всех хронических заболеваниях существуют ремиссии и обострения. Всем врачам понятно, что в период обострения мы не имеем права вообще вмешиваться в пациента. Имеем ли мы вправо во время ремиссии проводить какие-то косметологические консультуры? Наверное, давайте я начну. Ну, у нас ремиссия не такое, может быть, не всегда более стойкое понятие, хотя и у онкологических пациентов бывают рецидивы, но пациенты рематологического профиля чаще встречаются с вот этими волнами обострений, снижения активности, повышения активности. Это правильный постулат о том, что они нуждаются и любят ходить к косметологам. Я больше скажу, для них это ощущение контроля, когда они могут что-то для себя сделать внешне, что улучшает их внешний вид. Конечно, в период активности мы стараемся ничего не делать. В период ремиссии зависит от основного заболевания. В рематологии есть условно более тропные, если так можно сказать, к кожным процессам заболевания. Это системные заболевания соединительной ткани. К ним относятся склеродермия, к ним относятся системная красная волчанка, болезнь шагрена. И у таких пациентов даже в период ремиссии есть те процедуры, которые мы стараемся избегать. Например, при системной склеродермии это любые инъекционные процедуры. Либо процедуры глубокие, которые проникают глубже, чем слой дермы. Если мы говорим глубже, то это до подкожно-жировой плечатки и до мышц. Если мы говорим о таких заболеваниях, как системная красная волчанка, мы должны в целом смотреть, как протекает это заболевание. Оно мультидоменное, оно может поражать и кожу, и внутренние органы. И здесь очень важно, были ли какие-то изменения на кожу у данного пациента. Была ли вообще вовлечена кожа за весь период его заболевания в воспалительный процесс. К сожалению, чаще всего да. Даже если нет каких-то ярких изменений, даже наличие фотосенсибилизации, то есть реакции на солнечный свет, уже ограничивает большинство процедур у данных пациентов. То есть получается любая косметология, которая нарушает кожный барьер, то есть инъекция или аппараты проникающие или прогревающие, они таким пациентам противопоказаны? В большинстве случаев, да, противопоказаны. А если распространение заболеваний ревматоидной артритии, которые у девушки уже в возрасте приходят, у них есть какие-то сроки, когда мы имеем право, без кожных проявлений, когда изменены только мелких суставов? Если мы говорим о ревматоидном артрите, здесь важно знать, как протекает это заболевание. Есть формы с системными проявлениями, с ревматоидными узелками. Таким пациентам мы также не рекомендуем какие-либо такие повреждающие косметические манипуляции. То, что касается ревматоидного артрита, без такого проявления, без появления подкожных узелков, в период низкой активности и ремиссии практически все косметические процедуры им разрешены. Но здесь, конечно, это системное заболевание. И мы просим, чтобы пациент обсуждал это. Если он что-то хочет, если он какие-то планирует процедуры, чтобы он ставил в известность лечащего врача о том, в какой период это будет максимально благоприятно запланировать. То есть в идеале пациент, если он задумал такое, он приходит к косметологу, получает консультацию с прописанным алгоритмом действиям. И с этой консультацией возвращается к своему лечащему врачу. И там, как говорится, плюсиками отмечает, что можно и в какой период. И уже тогда возвращается к косметологу. Потому что я сомневаюсь, что косметолог будет следить, какие там ревматологические узелки, где и какие проявления, насколько это системно. Потому что это же еще кортикостероиды, они системно принимают по жизни ножа. Зависит от диагноза. Часть пациентов принимает глюкокортикоиды, часть нет. Здесь, наверное, мы должны прийти к тому, что пациент не один в этом поле. И мы должны взаимодействовать между собой, врачи. Все-таки междисциплинарное взаимодействие очень важно. И косметологи давно уже... Я прекрасно знаю об этом, поэтому говорю об этом гордо, что пациенты давно уже уходят из сферы... Врачи уходят уже из сферы услуг. И это действительно врачебная специальность. Помимо того, что там очень серьезный эстетический компонент, который привлекает пациентов. Но мы должны не забывать, что все-таки это медицинская специальность. Мы должны взаимодействовать между собой и обсуждать эти вопросы, планирование. Иногда мы думаем, что мы что-то можем вытащить, а это целый план, чтобы достичь какого-то эффекта. И мы что-то не разрешили, и вся схема разрушилась. То же самое и у нас в терапии, например. Если другой врач что-то отменил, то уже эта схема не такая качественная. Поэтому здесь все-таки вопрос в нашем взаимодействии. То есть если резюмирую, что если косметолог видит на своем приеме пациента с признаками ревантологического заболевания, и пациент в этом признается при сборе анамок, то лучше не трогать человека в первый прием, а отправить его с расширенной консультацией обратно на прием, чтобы получить разрешение улечь врача на те или иные процедуры. Это будет правильно для косметолога и безопасно для пациента. Мне кажется, здесь Александр Валерьевич может хорошо добавить. Я добавлю как раз, что с этим тезисом я согласен полностью, что действительно должно быть такое междисциплинарное взаимодействие в данном случае. И очень важно врачу-косметологу действительно полноценно собрать анамнез у пациента и знать о том, какие хронические заболевания у пациента есть и в какой стадии активности находятся эти заболевания. И уже зная, что не при любой патологии можно проводить те или иные косметологические процедуры, действительно, как Вы верно совершенно сказали, составить список тех манипуляций, которые могут быть проведены данному конкретному пациенту, и попросить, чтобы лечащий врач-онколог в данном случае оценил возможность выполнения тех или иных манипуляций и дал рекомендации о том, что целесообразно делать на этом этапе, скажем, пациенту, а что лучше не делать. И вот готовясь к сегодняшней передаче, я, конечно, в очередной раз осознал, насколько непросто проводить эпидемиологические исследования в онкологии. Потому что между воздействием какого-то фактора и результатом в виде возникновения либо невозникновения злокачественной обухоли иногда проходят, да, или там прогрессирование онкологического заболевания, могут проходить не недели и месяцы, а годы. И поэтому вот хороших исследований, говорящих о том, что вот такой-то вид косметологических процедур пациенту точно нельзя делать, а такое вот точно можно. Таких хороших исследований на сегодняшний день, в общем-то, нет. Особенно если мы говорим про постоянно меняющийся мир косметологии, очень быстро меняющийся, да, и те процедуры, которые считались эффективными там еще 10 лет назад, они сегодня уже нередко... Может быть даже и опасны. Да, нередко ушли в далекое прошлое, являются каким-то атовизмом, и возникает что-то новое, а мы, анализируя ситуацию, да, мы, я имею в виду, онкологи, понимаем, что вот нам только эти 10 лет нужно, это минимальный срок для того, чтобы вообще оценить, а какой-то фактор, он вообще может являться опасным для пациента с онкологическим заболеванием или не может. Например, вот доказательство того, что курение является канцерогеном, да, что для нас на сегодняшний день является абсолютно естественным процессом. Так вот, период сбора этих доказательств, он был более 20 лет. Да, и вот только вот спустя 20 лет от того момента, как начали думать о том, что сигареты могут вызывать, ну, в первую очередь, арк легкого, да, вот только спустя 20 лет дело сдвинулось с мертвой точки, и этот фактор был признан канцерогенным. Поэтому, конечно, вот сегодня в рамках этого эфира сказать, вот это вот точно можно делать, а вот это нельзя, вот это можно делать при таком-то онкологическом заболевании, вот это при другом, к сожалению, у нас, скорее всего, не получится. Но, тем не менее, какие-то общие вещи мы сможем проговорить, и вот если уж мы начали первый вопрос с аппаратной косметологии, да, равно как и вообще с любой другой процедурой, которая вызывает улучшение путем некого либо химического, да, либо физического воздействия на ткани, и в результате чего запускаются некие обменные процессы, дабы в этом месте возникла некая новая ткань, да, либо это на коже, либо в подкожной клетчатке, правильно? Да, это вся косметология, она направлена, что в какой-то ты вносишь контролируемую травму, то есть разрушение контролируемой аппаратом, и смотришь, как организм молодец, восстанавливается и молодец. Да, так вот, какой один из основных механизмов возникновения любой злокачественной опухоли? Да, что в результате того, что клетки делятся, в какой-то момент может происходить мутация, и эта мутация может привести к тому, что возникнет злокачественная опухоль. Так вот, чем чаще делятся клетки, тем выше риск возникновения мутации. Соответственно, любая травма, особенно если это хроническая травма, она, в общем-то, повышает риск возникновения любого злокачественного заболевания. Если это хроническая травма на коже, значит, это, я что говорю, чисто теоретически, да? Чисто теоретически. Может повысить риск возникновения опухоли кожи. Если мы говорим про травму, там, я не знаю, какого-то другого места, да, то, значит, это может повысить риск возникновения опухоли в этой зоне. Да, мы, там, хорошо это видим, скажем, при, там, хроническом гастрите, например. Это же тоже по большому счету травма, воспаление, чаще делятся клетки, выше риск возникновения злокачественного опухоли. Поэтому, вот так вот, если рассуждать принципиально, да, то, в принципе, получается, что все косметологические процедуры, ну, не то, чтобы прямо зло-зло, но в определенной степени могут увеличивать риски возникновения злокачественного опухоли. В первую очередь, конечно, опухоли кожи и каких-то ниже лежащих тканей, да, опухоли мягких тканей. Однако... Исследования разве есть? Вот. Однако тут надо, что, понимать, да, что насколько часто возникает эта хроническая травма. И насколько вот эта теоретическая основа более частого деления клеток, насколько она работает в случае и конкретных тканей, и конкретного пациента. Да, эпидермис, например, ну, это клетки, которые делятся очень часто. И так, да, вот даже если мы не используем никакие дополнительные средства здесь. Именно поэтому, кстати, опухоли кожи возникают очень часто. Это очень частая патология. Это одна из самых частых опухолей вообще, которые есть у человека. Опухоли кожи, колоректальный рак, рак лёгкого, рак молочной железы. Вот они все вместе, это там больше половины всех злокачественных опухолей у человека. Но, что хорошо с точки зрения опухоли кожи, что большинство из них не опасны с точки зрения жизни человека. Да, то есть возникший опухоль кожи, а чаще всего это базальный клеточный рак кожи, или базалиома ещё называется, в основном возникают у пожилых людей, когда механизмы защиты уже не так хорошо работают, и эти опухоли очень хорошо лечатся. То есть там истечение или разрушение их каким-то тем или иным образом, оно почти всегда приводит к выздоровлению человека от этой болезни. Поэтому, увеличит ли та или иная косметологическая процедура, которая делается, условно говоря, раз в месяц, а клетки эпидермиса делятся раз в несколько дней, а некоторые в нескольких местах на руках, например, в несколько часов, то насколько это увеличит частоту деления и, соответственно, повысит риск. Но, наверное, не сильно. Потому что если бы косметологические процедуры и вот каждая вот эта дополнительная травма, которая приводит к возникновению новых клеток, приводила бы действительно к существенному увеличению риска возникновения рака, то практически все люди, которые ходят к косметологу, у них возникновали бы опухоли тех зон, о которых они заботятся. Но, в первую очередь, кожа лица. Мы понимаем, что на лицо же действует еще огромное количество других факторов, внешних факторов. Но, в первую очередь, конечно, это инсоляция, которая уже совершенно точно, мы про нее знаем, что инсоляция – это фактор риска возникновения злокачественных опухолей кожи. И вот какой дополнительный вклад вносят эти косметологические процедуры, а еще же очень сложно все объединить, потому что процедур очень много. Вот каждая конкретно. Вот для этого надо проводить длительные популяционные исследования с многими тысячами участников, сравнивать, какая частота проведения тех или иных процедур действительно повышает риск. Вот как с сигаретами было доказано, что сначала те, кто курит, более 20 сигарет в день. То есть это надо определенное количество, чтобы этот фактор воздействовал. И вот, конечно, такие исследования, они очень сложны в реальной практике. Поэтому, что касается такого явного вреда от этих процедур, сегодня мы сказать про это не можем. Хотя теоретически, по идее, должны. И теоретически, да, получается, что любая травма. Но нас оправдывает, косметологов, что эта травма, она регулируется. Дозируется. Солнце, инсоляция, это нерегулируемое воздействие. Не соглашусь с вами. Можно надеть панаму с широкими полями, а можно работать с утра до вечера, и тогда воздействие вредного ионизирующего излучения солнца будет минимизировано. А если говорить о том, что косметолог, прежде чем травмировать кожу, то есть он ее готовит к этой травме, то есть привносит там ту же воду, полезные какие-то элементы, чтобы реабилитация шла в реальном направлении. Это возможно как-то оправдать тогда такое воздействие травматическое? Конечно, как мы говорили, да, что в процессе деления могут возникать мутации. И риск возникновения мутации выше, ну то, что вы сказали, да, простым словом, в плохих условиях. И в хороших условиях вероятно, более вероятно, что клетки будут делиться нормальным образом. Поэтому, конечно, создание условий для минимизации этой травмы, они снижают некий риск возникновения мутации. Но опять же, мы сейчас рассуждаем достаточно поверхностно, хотя вот некоторые исследования по некоторым видам воздействий, которые используются в косметологии, они проводились, и в частности, мы можем вот сейчас уже достаточно уверенно говорить, что использование гиалуроновой кислоты, ну, во всяком случае, во всех экспериментах, точно повышает риск возникновения злокачественных опухолей. В месте введения или вообще? Не только в месте введения. Вот сейчас есть данные о том, что использование гиалуроновой кислоты повышает и риск возникновения, и риск прогрессирования рака молочной железы, опухолей желудочно-кишечного тракта, потому что гиалуроновая кислота, она не только остается в том месте, где она введена, но и попадая в кровоток, может разноситься по всему организму, но и являясь экстрацеллюлярным матриксом, является как бы основой для, может являться основой для роста опухолевых клеток. Поэтому вот если меня сегодня пациент спросит, целесообразно ли ему делать гиалуроновую кислоту, в том случае, если у него есть онкологическое заболевание, неважно, в ремиссии он находится или там в восторгом периоде, то я скорее бы предложил бы воздержаться от этого. Другое дело, насколько повышается этот риск. И вот на сегодняшний день оценить это, таких больших хороших исследований, подтверждающих, пока нет. Я позволю себе немножко дополнить. Мы поднимали этот вопрос уже с дерматологами несколько лет назад и студировали информацию, которая есть по поводу косметологических процедур. Здесь нужно понимать, насколько глубоко действительно идет повреждение. И как Александр Валяевич правильно сказал, о том, что действительно грибки эпидермиса так быстро делятся, что, возможно, это капля в море, если где-то небольшое какое-то повреждение идет на уровне эпидермиса. И действительно поверхностные процедуры, они считаются более щадящими для наших пациентов. И практически при всех нозологиях, исключая системные заболевания соединительной ткани, там мы с каждым пациентом должны работать отдельно, при всех остальных нозологиях мы можем пациенту разрешить поверхностные пилинги, ну то, что касается именно эпидермиса. Да, уход. Про гиалуроновую кислоту очень разные публикации, разные и по объему наблюдения, и по самой гиалуроновой кислоте, которая исследовалась. И здесь, мне кажется, будет, может быть, интересный момент о том, что есть биоревитализация же. Да, когда поверхностная. И она не стабилизированная, она не остается... Не стабилизированная, не стабилизированная, она разная. Она не остается в тканях надолго, не создает вот этот какой-то эффект активной стимуляции в зоне, где есть инородное тело, да, которое и приводит к вот этой адгезии, что туда устремляются клетки иммунной системы, начинают активно это разносить кровотоком по тканям. И поэтому здесь, конечно, мы ждем, когда появятся какие-то более крупные исследования по поводу вот таких более щадящих методов для наших пациентов, потому что, исходя из механизма того, как это работает, вероятнее всего, эти процедуры будут более безопасными. Несмотря на множество количеств повреждений тканей, инъекций при биоритализации их много? Ну, они поверхностные. Поверхностные. Да, да. Здесь вопрос в этом, и вопрос в том, остается ли надолго вот это вещество, в случае с гиалуроновой кислотой, плюс стабилизатор, насколько долго они остаются в тканях. Это первый момент. Второй момент, то, что есть теория о том, что сами стабилизирующие вещества могут быть опасны. Да. Это, да, к сожалению, и пока разрушается этот препарат, никто не знает, с какой скоростью он конкретного индивидуа разрушается, то есть это может быть такой массивный выброс стабилизатора, или постепенный, то есть с постоянной интоксикацией или срезкой. Если вот мы обратились к врачу-ревматологу, у меня вот такой вопрос. У пациентов с реоматологическими заболеваниями, то есть с таким аутоиммунным статусом, есть большая ли вероятность возникновения гранулем? То есть мы все встречаемся с косметологами, с формированием гранулем на введении филера, там, через год, через два, через несколько лет. И можно ли заподозрить, если ты получил такого пациента, даже от другого доктора, что здесь что-то не то, вот с аутоиммунной системой, и отправлять его к ревматологу на... Или в популяции, неважно, ревматологический пациент или без заболевания ревматологического гранулема не есть. Я так понимаю, два вопроса. Первый, как понять, что у пациента могут быть гранулемы? Второй, если у него появилась гранулема, отправлять его к ревматологу? Правильно. Значит, по первому вопросу, действительно есть ревматологические заболевания, которые отличаются предрасположенностью к развитию гранулематозного воспаления. Это, например, воскулиты системные, это ревматоидный артрит с образованием ревматоидных узелков. Это не что иное, как именно гранулематозное воспаление. Вот эти ревматоидные узелки. Я не знаю, насколько правильным в современной классификации будет относить это заболевание к ревматологии. С пульмонологами мы обычно немножечко здесь делим сферы интересов, но это саркоидоз. И, конечно, при таких заболеваниях изначально мы должны предполагать, что у пациента может быть такая реакция. То есть им долго живущие филеры в препараты не вводят в мягкие ткани, чтобы точно обезопасить себя. Я сейчас про косметологов. Обезопасить себя и пациента от этих последствий. Безусловно, всегда есть вероятность, что в месте введения образуется гранулема, так же, как и в любых других местах зоны аффекта, куда пришло в первую очередь воспаление. Ткань, которая была более интересна для этого заболевания, в ней в первую очередь образуется гранулема. Поэтому здесь место повреждения может создать приток клеток иммунной системы и, соответственно, гранулематозное воспаление в этой зоне. Что касается того, нужно ли таких пациентов направлять к ревматологу. На консультацию, да. Я думаю, что да. Я объясню, почему. Я не боюсь в этом плане гипердиагностики ревматических заболеваний, но пациент, у которого появляются гранулемы в зоне введения, его иммунная система уже работает по определенному ненормальному механизму работы. Хотя здесь сложно сказать, нормальный это механизм работы или нет. Если это вещество, которое остается в тканях, создать гранулему – это нормальная реакция организма. То есть ее обособить, окружить. Там же идет еще воспаление в самом этом окружении. То, что возникает фиброз вокруг любого импланта, будь то долговременно или нет, это нормально, на этом и построена косметология. То есть должны создаваться рубцы в местах введения. Но гранулема – это не фиброз. Вернемся немножко назад. Гранулема – это тот момент, когда у нас есть фактор некроза опухоли, который должен окружить и изолироваться. И вот на этом этапе формирование идет именно гранулема. До фиброза еще далеко. Это еще воспалительная реакция. И он может никогда и не произойти в этой зоне. Гранулем может достаточно длительно оставаться, не формируя полноценную фиброзную ткань и рубец, а именно формируя некий такой объем, который может вызывать, в том числе, беспокойство и самого пациента, и специалистов о том, что есть некое новообразование в этой зоне. Но ведь гранулема возникает не сразу, она возникает через год, через два, но как бы на ровном месте. То есть это не моментальная реакция на введение филлера. Это вот такая замедленная, воспалительная, ограничивающая реакция, но через какое-то время. И почему филлер одинаково введен, допустим, в руках врача? Понятно, что есть вот это, может быть, нарушение асептики, антисептики, да, принесение инфекции. Но почему реакция через год, через два года? Первый момент. Если мы берем действительно ядрогенные вопросы, что нарушены асептика, антисептика при введении, как Александр Валерьевич уже сказал, что любые вот эти препараты, содержащие гиауроновую кислоту, это универсальная среда для роста. Как для роста клеток организма, так и для роста любых бактериальных клеток, которые могли быть занесены в эту зону. То есть это среда, да, на ней может вырасти совершенно любая клеточная структура. И достаточно длительно находиться именно в этой зоне из-за этого, потому что есть вот, например, тот же компонент гиауроновой кислоты, который будет задерживать ее на своей поверхности. То, что касается вопроса того, насколько долго проходит время к моменту формирования гранулема, я думаю, что, может быть, это вопрос недостатка динамического наблюдения у косметологов, тех пациентов, в которым вводятся эти препараты. Потому что воспалительная реакция быстрая. Воспалительная реакция – это от первых до трех суток в среднем. По данным разных авторов, первые двое суток, первые трое суток. Дальше уже идет процесс активного притока клеток в эту зону, миграции клеток, в том числе миграции фибробластов, которые должны вам создать фиброз дальше в этой зоне. И где-то до 27-28 суток все это происходит достаточно активно. Там же дальше эти процессы переходят в процесс ремоделирования. То есть здесь я не могу сказать, что процесс формирования гранулема – это год и два. Скорее эти пациенты где-то ходят все это время, пока в их тканях продолжается воспаление в зоне введения. Они могут прийти тогда, когда есть уже клиническое проявление. Да, конечно, они придут, когда уже есть видимые изменения. Потому что понятно, что первые 5-7 дней после введения фибрера отек, болезнь, ощущение – это норма. И они не реагируют даже на это. А потом это постепенно-постепенно растает. Просто почему у некоторых есть эти видимые, синюшные, так скажем, бугры в области введения? Но это страшные картины. И у лечения косметолога лечат, что введение глюкокортикоидов местно и препаратом флогидаза и антибиотикотерапии. То есть разрушить связи между клетками, погасить воспалительный процесс и обязательно провести антибактериальную терапию. Ну, таким беспомощным. А иногда приходится их иссякать. Да, при неэффективности мы иссякаем. Тогда, когда вы были пластическим хирургом, наверняка с этим сталкивались. Особенно, конечно, такие сложные ситуации, это когда существует технология, к сожалению, она используется для увеличения молочной железы, когда вводят гель или вазелиновое масло непосредственно в ткани. Существовало, я надеюсь. Ну, к сожалению, еще и существует. Я время от времени сталкиваюсь с такими пациентками, которые приходят и которым в относительно недавнее время все это делалось. И этот или гель, или этот вазелин начинают растекаться по всему телу с формированием вот этих ужасных гранулем не только в ткани молочной железы, но и в мягких тканях прилежащих зон. Это, конечно, и зрелище ужасное, и все те процедуры, которые используются для того, чтобы избавить женщину от этих мучений, они тоже, в общем, никакого удовольствия не доставляют. Хотя при этом есть пациентки, которым делать все то же самое, у них этих гранулем и не возникает. Поэтому здесь есть, конечно, еще некоторые индивидуальные особенности ткани любого человека, которые совершенно не обязательно являются следствием какого-то ревматологического заболевания, да, во-первых, очень клинически значимого ревматологического процесса, могут быть некими особенностями формирования воспалительного реакции. Надо сказать, что не только у пациентов ревматологических надо быть очень осторожными с использованием различных филеров, но и у пациентов, которые прошли лечение по поводу онкологического заболевания, особенно в той зоне, которая подверглась лучевой терапии. Потому что в этой зоне уже сформирован фиброз, да, в результате лучевой терапии очень часто формируется фиброз облученных тканей. И как будет реагировать эти ткани на введение каких-то филеров, это такая малопредсказуемая реакция, может быть, да, и формирование гранулем в этой зоне значительно более вероятно, чем в тех зонах, которые не облучалось. Поэтому еще раз обращу внимание, что, конечно, косметологам очень важно собрать анамнез и планировать какие-то процедуры с учетом этого анамнеза. Я поняла. То есть мы, получается, если получаем пациента с ревматологическим заболеванием в анамнезе, лучше избегать введения долгосрочных филеров, то есть гиалуронов и кислот. Или консультация обязательно ревматолога, если есть все-таки большое желание пациента что-то себе увеличить с помощью филеров. Я объясню, почему это еще важно, потому что пациент, который идет за косметологической процедурой, он иногда считает, что другие его жалобы не так важны. Это да. И он может не рассказать о чем-то, что его еще беспокоит, а это может быть уже показателем активности его заболевания или какой-то недообследованности, и что нужно действительно дообследовать этого пациента и выявить, с чем связаны его жалобы. То есть, возможно, приход пациента к косметологу с какой-то жалобой – это уже такая лакмусовая бумажка в целом проблем со здоровьем. Когда нужно подумать об этом более глубоко, и может быть, да, действительно сначала обследовать пациента у ревматолога. И если пациент приходит с гранулем после введения филера, все-таки необходимо немножко задуматься о том, ну, как бы собрать тоже анамнез и предложить пройти консультацию ревматолога на всякие пожарные, потому что есть не, ну, как бы нормальная, как мы описали, реакция, но все-таки гиперреакция на, казалось бы, введение безопасной гиалуроновой кислоты, которая не вызывает у других реакций таких. Или не пугать пациента. Наверное, да, наверное, пойти по стандартному алгоритму сначала и посмотреть, так ли, как вы ожидаете, будет протекать эффект от этой терапии. И если стандартный протокол этому пациенту не подходит, сохраняется гранулатозное воспаление или появляются, возможно, новые очаги в таком случае, ну, ультразвук, я думаю, что он вполне доступен для этой диагностики. И здесь можно увидеть и гиперваскулиризацию в этой зоне, то есть приток кровотока активный, да, создание, может быть, там, новые сосуды более активные, еще более скоростной кровоток в этой зоне. То есть мы увидим, если там есть активное воспаление, даже после тех методов, которые вы перечислили, которые, в принципе, бьют по всему, что мы обсудили, да, если это занос какой-то антибиотики, это воспаление, нужно снять воспаление, то есть по всем возможным фронтам этот протокол, он объединяет все возможные причины развития гранулема. И если в таком случае вот эта местная реакция не проходит, да, стоит искать. Спасибо. Теперь вопрос к анкулоку. Скажите, пожалуйста, в онкологии есть вообще вот такой период, когда вы вылечился, и можешь уже не думать, что опасно, а что не опасно в косметологии? Есть какой-то вот срок 5-7 лет стойкой ремиссии? Ну, это такой очень общий вопрос. Онкологические заболевания очень много разных, они могут быть в любом органе, при этом они могут быть разной своей гистологической структуры, да, разной стадии, и поэтому, конечно, давать такой общий совет для всех в неких астрономических единицах достаточно сложно. При этом, конечно, если у пациента с начальной стадией заболевания прошел какой-то там значимый срок, то вероятность, да, при этом, что он прошел полноценное лечение, да, вероятность возврата болезни, она, конечно, крайне низка. И наоборот, у пациента с распространенной стадией болезни, даже если он пережил какой-то период времени, все равно риск возврата болезни всегда остается выше. Ну, есть те опухоли, которые мы явно очень хорошо лечим, да, вот мы уже обсудили опухоли кожи, например, очень хорошо подается лечение в начальной стадии рака молочной железы, там, операбельные стадии рака в желудке, толстой кишке и легкого, да, то есть это те пациенты, если им проведено, да, на начальных стадиях полноценное лечение, в течение, там, первых нескольких лет у них нет никаких признаков прогрессирования заболевания, то они, скорее всего, и дальше всю жизнь проживут без этой болезни, и выздоровеют, и забудут про нее. Вообще, мы, больше половины всех онкологических больных полностью выздоравливают и никогда больше не вспоминают про свое заболевание, поэтому, конечно, такая категория есть, и, конечно, этим пациентам они нередко могут обращаться к косметологам за какой-то помощью, поэтому, как я уже сказал, и еще раз повторюсь, ни в коем случае косметолог не должен забывать, что он врач, да, а любая беседа должна начинаться с сбора полноценного анамнеза, и врач-косметолог должен про пациента с точки зрения всей его, ну, медицинской истории знать ровно точно то же самое, что врач, не знаю, там, терапевт, хирург, эндокринолог и так далее, поэтому надо вот потратить какое-то время для того, чтобы выяснить, что в жизни у пациента происходило, и если возникают какие-то вопросы, то лучше пообщаться с коллегой самому или отправить пациента для консультации для того, чтобы определить, безопасно ли вот это время для проведения каких-то процедур, да, или эти самые процедуры можно делать или нет. Вопрос, с которым, я думаю, любой онколог сталкивается, он часто, и я в том числе, когда звонит пациент, который был там у тебя последний раз два года назад, который говорит, я завтра улетаю в санаторий или там уезжаю в санаторий, там будет физиотерапия, что мне можно делать? Законно стоит вопрос, а что вам там собираются делать? Да, он говорит, ой, я не знаю, я говорю, ну, 50 разных физиотерапевтических продуктов, или про каждую надо, как сказать? А если вам предложат? Да, если вам 51-ю предложат, что дальше будет? Собственно говоря, и с косметологией точно так же. Понятно, что не так много информации, к сожалению, и для того, чтобы узнать про возможность выполнения того или иного метода, нередко надо там очень глубоко покопаться в литературе и посмотреть, есть ли вообще что-то описывающее взаимосвязь этого метода и риска возникновения или прогрессирования онкологических заболеваний. Но, тем не менее, этот поиск совершить можно, и представив себе идеологию этого косметологического метода и зная характер течения болезни у пациента, всё-таки, наверное, можно дать совет о том, возможно, проведение того или иного косметологического метода. Ну, наверное, онкологи все должны быть думающими. Ну, вообще, люди, было бы неплохо, чтобы были думающими. Собственно говоря, мы так и называемся, homo sapiens, по идее. Вот, не надо там, да, косметолог не должен забывать, что он врач, а человек не должен забывать, что он думающий. Тогда такой вопрос. Если с ревматологическими заболеваниями я поняла, что любой прогрев, на это надо спрашивать разрешение у ревматолога обязательно, с онкологами поняла, что тревожный пациент, который боится онкологического возникновения своего нового онкологического заболевания, ему тоже нужно очень аккуратно преподносить информацию. А после сегодняшнего эфира я боюсь, что вообще очень как бы так тревожность повысится у пациентов. То, допустим, если есть бесстрашная пациентка, я немножко прям утрирю, с раком молочной железовой анамнези, леченая, после химиотерапии, всё хорошо, 5 лет наблюдения, лечения, всё без рецидивов. И она хочет сделать аппаратную процедуру на лице. Вот если вот разные, как бы, локализации воздействия, это тоже надо спрашивать разрешение у онколога? Мы не молочное железо, а ни руки, ничего, голова шея. Знаете, вот так вот, наверное, скажу я, что ничего плохого и никакого вреда от косметологической процедуры, сделанной на лице у пациентки, у которой был рак молочной железовой анамнези, да, вот как вы рассказали, вероятнее всего ничего плохого от этого не будет. Опять же, процедура в процедуре рознь. Мы, например, можем сегодня, наверное, достаточно уверенно говорить, что использование ботокса, оно... Мы ещё не дошли до него. Не дошли, ну хорошо. Отдельный блок вопросов. Отдельный блок вопросов про ботоксин, да. Ну, в общем, скорее всего, вот это безопасно для онкологических пациентов, можем потом дольше про это поговорить, да. Мы уже сказали о том, что гиалуроновая кислота, ну, я бы не ставил бы это как основной метод косметологии даже на лице для этой пациентки. Я вот немножко не понимаю, гиалуроновая кислота, она эффективная среда для развития... Как мы же сказали, она может находиться не только в том месте, где её вбили. Она может, да. Она может... Мигрировать. Мигрировать и давать рост для тех клеток, которые могли остаться в организме. К сожалению... А, то есть введение пациентов, в которые уже есть диагноз. Ну, вы же сказали, что вот пять лет прошло. Я поняла. Мы вот про них говорим. Поняла. Вообще надо понимать, что у каждого из нас, вот здесь сидящих, несмотря на отсутствие онкологического диагноза, тем не менее, в организме циркулирует немалое количество опухолевых клеток. Наша собственная иммунная система их постоянно побеждает и борется. И, в общем, слава богу, поэтому не каждый из нас заболевает тем или иным онкологическим заболеванием. Но, ну, в общем, и количество этих клеток измеряется миллионами, да, чтобы вы понимали, это не какая-то там одна, один лейкоцит в поле зрения. Вот. Поэтому, слава богу, есть иммунная система, и она нас спасает. И даже несмотря на введение гиалуроновой кислоты, всё равно многих продолжает спасать и дальше будет спасать. Да, поэтому, опять же, я ни в коем случае не хочу сказать, что гиалуроновая кислота – это зло. Это ввёл там... Вы уже сказали. Нет, не сказал. Вот. И ввёл там, не знаю, одну капельку, и всё, все сразу заболели, а на следующий день все сразу умерли. Нет, такого нет. Вообще такого нет. Да. Мы говорим исключительно о рисках. И измерение этих рисков там очень сложный процесс. И, как я уже сказал, вероятнее всего, проведение какой-то процедуры на лице не должно провоцировать прогрессирование, скажем, опухоли в молочной железе. Слава. Хоть что-то разрешили. Так что, нет, косметологи – это прекрасные люди, и ту роль, которую они играют в жизни многих людей, нельзя недооценивать. Спасибо. То есть пациенты с раковыми заболеваниями, онкологичных заболеваниями у головы и шеи только после консультации у лечащего врача-онколога любые аппаратные процедуры, потому что это прогревание, это нагрев тканей, любые инъекционные процедуры, потому что это усиление кровообращения, введение этой злобной гиалуроновой кислоты, которая там куда-то мигрирует. Кстати, это можно провести исследование, типа с синтеграфией, посмотреть за какое время она куда мигрирует. Может быть, никуда, может стоять спокойненько. Ну да, в принципе, пометить гиалуроновую кислоту изотопом и смотреть, куда она распространяется, вполне себе возможный инструмент. Важно, чтобы был достаточно чувствительный прибор для детекции. Да, потому что маленькие совсем частички. Было бы интересно на заметку. Я могу сказать, что такие исследования проводились для ревматологических заболеваний, не связанных с косметологией, а связанных с тем, что в структуре именно хрящевой ткани в матриксе есть вещество гиалуронан, которое является родственным веществом для гиалуроновой кислоты. И смотрели, насколько быстро под активной и пассивной диффузией уходит это вещество при процессах разрушения. И действительно, есть такие методики, которые позволяют отметить гиалуроновую кислоту и следить за миграцией ткани. Такие исследования проводились на животных совершенно точно, могу тоже сказать, на мышах в частности. И именно из этого был сделан вывод о том, что гиалуроновая кислота может распространяться за пределы той зоны, где она была введена. Это очень интересный вопрос. На самом деле, они меня много увлекают. Вопросы именно физико-химические. Больше именно того, как под разницей градиента давления идет миграция веществ. И здесь, я думаю, что для косметологии это должно быть отдельное направление, потому что очень большое количество действительно веществ и препаратов, их молекулярной массы, и от этого зависит в том числе и скорость возможной диффузии. Да, какое поле. А если вернуться к инъекциям, пока не про ботулотоксин, есть еще такие препараты коллагена. Это очищенные препараты, бычьи, лошадинные, человеческие. Я так понимаю, что ревматологическим пациентам это вот точно вообще запрещено даже думать в ту сторону. Это большой сенсибилизатор. Да? Правильно я говорю, Дарья? Я могу сказать, что мы сталкиваемся с аллергическими реакциями на коллаген крупного рогатого скота. И, к сожалению, это очень модно. Это сейчас очень модно, популярно. В основном в таких порошковых каких-то видах, которые растворяются и внутрь применяются. Мы в целом придерживаемся позиции, как профессиональное сообщество, что принимать внутрь нужно то, что как лекарственный препарат зарегистрировано в нашей стране, потому что это проходят все необходимые исследования по эффективности и безопасности этого продукта именно в той дозе, которая указана на упаковке. Это содержит именно то количество веществ, которые указаны на упаковке. И это несет ответственность у производителя при появлении каких-либо нежелательных лекарственных реакций. Да и вообще требует нормальных исследований. Безусловно. А если это инъекции, то тоже? Тем более. Ну, они зарегистрированы, сертифицированы со всеми положенными документами. Но вашим пациентам ревматологическим такое даже не мечтать в ту сторону. Я бы, честно говоря, обращала внимание на то, что есть разная степень лицензирования различных продуктов косметологии в том числе, как медицинское изделие, как лекарственный препарат и так далее. И здесь вот эта, кажется, номенклатурная разница, она может быть существенной для того, чтобы понимать, прошел ли этот препарат, необходимое исследование для регистрации или нет. А если говорить о плазмотерапии, когда идет забор с собственной плазмой, PRP, тоже очень модная методика. Вот онкологическим пациентам, то есть нет страха привнести какие-то там свои клетки в лицо, клетки крови, которые имеют какие-то не те мутации? Тут надо точно знать, что мы привносим. А мы, к сожалению, очень редко можем выделить только одну фракцию клеток, ведь в плазме крови содержится достаточно большое количество, может содержаться, то есть содержится большое количество разных клеток и могут содержаться совершенно разные клетки, в том числе и, как я уже сказал, циркулирующие опухолевые клетки. И провести анализ на эти циркулирующие опухолевые клетки, опять же, тоже возможно, но обычно в косметологии это не делается. И на самом деле мы не очень понимаем, что мы вводим. И чисто теоретически, опять же, теоретически, это может приводить к возникновению нежелательных явлений, связанных с введением опухолевых клеток в какую-то зону. Тем не менее, однозначно сказать, что это точно может привести к возникновению злокачественной опухоли, в общем, наверное, не совсем правильно, потому что всё-таки каждая опухолевая клетка, она тропна к той или иной ткани. Если речь идёт об опухоли какой-то зоны лёгкого, то почему вдруг она должна расти в коже лица, не очень понятно. Если только мы в этой коже лица не создали хорошую почву для роста этих клеток, например, не введя до этого туда гиалуроновых кислотов. Просто отметают своих онкологических пациентов от косметологов. Ну, тогда давайте перейдём к ботулотоксину. Тут помимо инъекций возникает ещё такое взаимодействие, то есть ограничивается нервная передача на мышцы от нейронов. Пациентам с ревматологическими заболеваниями есть… Ну, я понимаю, что миостыния, хотя я не знаю, это ревматологическое… Неврология. Неврология. Это однозначно противопоказано, но это выясняется при сборе анамнез. Всех косметологов учат этому слову спросить, знакомы ли у пациента вам это слово миостыния. Если не знакомы, все бесстрашно начинают калывать. Что ещё спросить у ревматологического пациента? На самом деле, наверное, начать с того, есть ли у пациента ревматологическое заболевание, и если оно есть, как давно он был у своего лечащего врача-ревматолога, и беспокоит ли его ещё что-то, помимо того, что он хочет определённую косметологическую процедуру. Почему? Потому что дело в том, что мышечная ткань, она чаще всего прилежит к тем зонам, где идёт воспаление при ревматологическом заболеваниях, и частично вовлекается. И если у пациента действительно в мышцах есть проблемы, а мы знаем, что не только сейчас лицо, для женщин, конечно, лицо это важно, но есть ещё косметология для рук, для коленных суставов. А это мы знаем, что если коленные суставы были в воспалении, и если длительно протекало воспаление в этой зоне, то появляются пролиферативные хронические изменения, когда ткань во время активного воспаления набирает клетки иммунной системы, и в том числе идёт такая инфильтрация, клетки туда активно набиваются, прорастает эта ткань кровеносными сосудами, туда идёт ещё больше приток крови, всё красное, горячее, опухшее. И вот этот отёк, он иногда лежит как свободная жидкость в суставе, а иногда это как губка, которая набрала воду вот этими клетками. И он очень долго потом отдаёт частично этот объём, даже когда уже острого воспаления в этой зоне нет. И тогда появляются определённые валики в зоне коленных суставов, которые наш пациент очень любит что-то с этим сделать. Как-то обмотать, куда-то убрать, спрятать, или действительно пойти к косметологу и попытаться это убрать. Вот долго это сколько? Полгода? Год? Я понимаю, что у всех разными, но когда это действительно уже просто жировая... Или навсегда это? Это зависит от того, какая активность основного заболевания у пациента на данный момент. То есть это не зависит от полгода, год, полтора года. Это зависит от того, насколько контролируемо его состояние в данный момент времени. Конечно, если это уже хронические проявления, то вряд ли там мышца активна в отёке воспаления рядом. Если мы говорим о таких заболеваниях, которые сразу нужно отсекать, и этим пациентам говорить, что, к сожалению, эти процедуры вам не подходят, это пациенты с идиопатическими воспалительными миопатиями, где самое начало воспалительного процесса начинается именно в мышечной ткани. Это такая зона аффекта, это излюбленная ткань, можно сказать, для этих заболеваний. И воспалительные миозиты, они, к сожалению, очень сложно сами, в принципе, контролируются. И когда мы ещё пытаемся что-то где-то улучшить, подколоть, это может иметь, может не иметь никакого эффекта, а может иметь очень агрессивный эффект, вплоть до летального эффекта для пациента. Мы и так очень тяжело подбираем им терапию, чтобы этот пациент ещё ходил в это время на косметологические процедуры. Тут вопрос больше выживания, вопрос больше стабилизации состояния, потому что иногда эти состояния идут настолько неконтролируемо, что мы не успеваем дать терапию для подавления того или иного процесса. Давайте здесь я вас порадую. Услови, давайте. Нет данных о том, что использование ботулотоксина повышает риск возникновения злокачественных заболеваний либо риск прогрессирования злокачественных заболеваний. Более того, ботулотоксин используется у больных с онкологическими заболеваниями при каком-то хроническом болевом синдроме, в том числе для его лечения. Поэтому здесь можно достаточно безопасно к этому относиться. Я, во всём случае, не сталкивался с информацией о том, что как-то инъекции ботулотоксина могут навредить пациенту с точки зрения повышения риска возникновения рака либо, наоборот, его прогрессирования. Поэтому здесь можно. А если радовать, я тоже могу. Мы пугаем или радуем? Вы уж и порадуете немножко. Это прям совсем запугались. Если уже радуем, то низкая активность перемиссии во всех остальных заболеваниях, кроме диапатических и воспалительных миопатий, ботулотоксин разрешён. Если именно эстетическая точка зрения, косметологическая такая цель. То, что касается... Я бы хотела отдельно выделить такое заболевание, как системная склеродермия, когда у этих пациентов есть определённые изменения лица в рамках заболевания основного. И они иногда не понимают, с чем это связано. И, к сожалению, не все специалисты, к которым приходят такие пациенты, тоже знают ботогенез этого заболевания. И как происходят эти изменения в лице у пациентов. И, к сожалению, такие пациенты думают, что с помощью применения ботулотоксина они как-то радикально смогут изменить внешний вид своего лица. И это не так. Здесь стоит с таким пациентом действительно провести достаточно серьёзную работу по поводу тех методов, которые могут хотя бы частично облегчить их внешний вид. Кто не знает, может быть, будет слушать нас. Это маскообразное лицо. Связано это с тем, что уплотнение идёт в первую очередь дермы. Вслед за ней, за атрофией мелких сосудов, питающих кожу, начинает истончаться подкожно-жировая клетчатка, соответственно, естественные жировые карманы. И лицо приобретает маскообразный вид. Такая маска клоуна иногда это описывается, когда достаточно крупный лоб, потому что он уже, по сути, обтянут кожей. Там подкожно-жировой клетчатки особенно и не было. И дальше идёт уже-уже-уже, такой стягивающий. Они часто жалуются на то, что у них есть ощущение стянутости кожи и кисетный рот. И вот эта проблема пропадения подкожно-жировой клетчатки, как им кажется, куда она делась? Когда меня первый раз пациент спросил, я действительно задумывалась, а куда же она делась? В том-то и дело, что проблема, особенно у женщин, пропадения подкожно-жировой клетчатки в зоне, в периоральной зоне, вокруг рта, она достаточно болезненная. Если всё остальное, они ещё могут простить, но морщинистые губы, да, они такие иссушенные, тонкие, очень тяжело это переживают. И ищут действительно косметологов, которые могут им помочь. Здесь очень мало публикаций по этой теме. Я поддержу Александра Валерьевича, что очень сложно искать информацию, потому что чаще мы видим последствия неудачных каких-то процедур. Это кейс-стадия, отдельные случаи, а не какие-то крупные исследования. А такого, что безопасность какой-то косметологической процедуры, и вот вам когорта 10 тысяч, такого почему-то нет. Здесь есть некоторые отдельные описанные случаи и небольшие исследования, в основном пилотные, о том, что таким пациентам возможно проведение биоревитализации, то есть это поверхностные процедуры с гиалуроновой кислотой. Я напомню, что это не только зло, но это еще и, если она мелкая, нестабилизированная, то мы можем еще использовать ее как препарат, который исходно гидрофильный, который притягивает воду и, соответственно, несколько дает вот этого объема в этой зоне. Второй момент более сложный, но сейчас обсуждается возможность сведения таким пациентам липофилинга в этой зоне. Но здесь возникла идея, но липофилинга приживаться там, то есть должны быть хорошие сосуды, как прижиться жиру, если там плохо с сосудами. У меня на самом деле вопросы кончились, я даже не ожидала, что у нас возникнет такая бурная дискуссия, напугали вы меня сильно, честно признаюсь. И если вот так вот резюмировать наш круглый стол, нам надо делить ответственность между тремя, два врача и пациента. То есть надо донести до пациента, что мы не знаем, что точно безопасно в вашей ситуации. И перед тем, как мы что-нибудь начнем, я со стороны косметолога, давайте, значит, вы проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, и мы вот коллегиально решим, что вам можно. Получается, косметолог в этом плане должен стать реально как большой доктор, то есть доктор с большой буквы. Это не просто она пришла уколоть губы или уколоть боток. Собираем анамнез по-честному, чуть ли не с лампой в лицо, если у вас есть хоть какое-то подозрение, что что-то здесь не то. И ответственно подходим к выбору процедур. То есть выключаем, как всегда должен врач, выключать в себе жажду быстрой наживы, когда, ну, казалось бы, что здесь такого боток. Видите, ботокс – это самое безопасное, что может быть, и то не у всех. А все остальное обязательно с консультацией специалиста лечащего врача. Спасибо вам большое. У нас есть вопросы. Что же остается? ЗОЖ и фейсбилдинг? Юля, расскажите про фейсбилдинг. Фейсбилдинг, на самом деле, такая интересная история, очень популярная. А в свете последних событий возможного дефицита разных косметологических препаратов, возможно, мы все на него перейдем, надо, конечно, очень аккуратно подходить к этому фейсбилдингу, потому что не всем показанным для всех зонд, как и любая прокачка мышц в фейсбилдинге, может иметь непрогнозируемые результаты для вашего лица. То есть вы же не видели, какая вы будете, когда вы прокачаете ту или иную группу мышц на лице. И, конечно, это дисциплина фейсбилдинг. Как только вы это перестали делать, как вы только перестали приседать, ваша попа вернулась к тем размерам, которые была. Так же и с лицом. Все возвращается обратно. Но получается, что онкологическим, как я правильно поняла, онкологическим пациентам ботокс точно можно. То есть можно не только зоши фейсбилдинг. Наш доктор Александр против гиалуроновой кислоты. Я на самом деле удивлена и буду искать дальше литературу, что это не так. Я рекомендую относиться к этому с осторожностью, взвешивая все риски. Ведь на самом деле, тут еще есть, я вот всегда говорю это всем своим пациентам, моя задача не то, чтобы вы или кто-то там выздоровел. Моя задача, чтобы любой пациент жил долго и счастливо. Человек должен жить мало того, что долго, еще и счастливо. Это очень важно. И если счастье приходит вместе с косметологическими процедурами, а без них счастье уходит, то зачем нужна такая жизнь? Да. Да, как в том анекдоте. Я не пью, не курю, с девушками не встречаюсь. Я, говорит, правильно живу? Говорит, правильно, но бессмысленно. Так и здесь. Можно соблюдать все. Во-первых, это ни в коем случае. Любой человек, даже если он исключит у себя и своей жизни все факторы риска возникновения злокачественных заболеваний или при возникновении все факторы, которые могут спровоцировать прогрессирование, даже если он все это исключит, к сожалению, это не является гарантией того, что болезнь у него не возникнет или не запрогрессирует. Поэтому все равно каждый день нашей жизни это вот такие некие весы. Риск. Да. Чем дольше живем, тем больше риск возникновения того или иного заболевания. И вообще жизнь это заболевание, передающееся половым путем с неизменным летальным исходом. Так что каждый день жизни он приводит к тому, что этот риск у нас существует. И здесь эти риски просто надо правильно взвешивать. И, конечно, у даже онкологического пациента, у которого прошло очень много лет, и после заболевания мы делаем какую-то космологическую процедуру, то этот риск намного-намного меньше, чем у пациента, которого только вчера провели последний курс химиотерапии. Поэтому я не хочу закрыть или запретить те или иные виды космологических процедур, тем более, что это вообще ни разу не в моей власти. Я призываю к тому, что каждый раз и человек, который проводит эти процедуры, врач, который проводит процедуры, и пациент понимал, что за этим может следовать. Ведь в конце концов, каждая наша прогулка по солнечному пляжу, она повышает риск возникновения рака кожи. Но это же не мешает нам все равно всем радостно по этому пляжу гулять, потому что это счастье нам жизнь приносит. Спасибо, доктор. Вот обнадежили. Можно, но вдумчиво. По-моему, все. А, спасибо за полезную информацию. Мы рады были вам полезными. Всего доброго.